В этом году отмечается 425-летие перенесения чудотворного почаевского образа Богородицы, вносящий ее имя монастырь. Юбилейную дату встретили накануне в обители торжественным богослужением, которое в день праздника в честь почаевской иконы возглавил блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Ануфрий. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Празднования в Почаеве начались накануне торжества. Блаженнейший Владыка возглавил малую вечернюю с акафистным пением перед чудотворной иконой Богородицы и всеночное бдение. Затем перед образом совершались молебны с акафистом до глубокой ночи, пока многочисленные верующие приходили с поклонением ко святыне. За божественной литургией в Преображенском соборе Почаевской Лавры представителю сослужил сон митрополитов, архиепископов и епископов, духовенство Лавры и гости обители в священном сане из разных епархий. В участие в праздновании приняли тысячи паломников из разных уголков Украины. После чтения Евангелия Блаженнейший Владыка в своей проповеди рассказал молящимся о Почаевской чудотворной иконе и чудесах, которые явила через нее Божия Матерь. В частности, и так произошло спасение обители в 1675 году, когда Богородица защитила монастырь от татар. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы просим Матерь Божию перед ее Почаевской иконой, чтобы Матерь Божия защитила нашу землю от войны, от пролития крови, от всякого супостата, чтобы никто не посягал на наш народ и на нашу землю, чтобы мы могли жить в духовной свободе, прославляя Бога своей жизнью, своими устами, своей душой и разумом, чтобы благословение Божие было над нами и чтобы оно укрепляло нас на пути земного странствования. По окончании литургии священнослужители и миряне во главе с блаженнейшим митрополитом Анухрим совершили многолюдный крестный ход. Почаевскую чудотворную икону перенесли обратно в Успенский собор обители, где она обычно находится над царскими вратами. Там вознесли молитву к Божией Матери. В завершении богослужений предстоятель православной Украины поздравил паству с праздником, а митрополита Каменец-Подульского и Городокского Феодора, который в этот день отметил 30-летие архиерейской хиротонии, поздравил особо. И мы все вас сердечно поздравляем, дорогой Владыка. Желаем вам еще много-много лет прослужить на свечнице архиерейского достоинства. Всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с праздником. Пусть Господь бережет всех нас.